здорово парни это школа воркауты и сегодня у нас необычный выпуск и надеемся таких выпусков будет больше потому что сегодня у нас обзор оборудования очень сложно найти компании которая на наших условиях готова предоставить нам оборудование на честный обзор и эта компания видимо делает качество мы это сегодня проверим поэтому они бесплатно нам подогнали их оборудование я расскажу почему я именно это оборудование заказал и мы разберем все детали что плохо что хорошо как на них заниматься для кого она вообще сделано погнали если вам неизвестно то компания называется конповар возможно вы уже поняли и знаете очень многих атлетов я вижу паралетсы брусья от этой компании мы заказали deep станцию потому что это достаточно уникальный продукт немногие делают стабильные паралетсы которые могут менять высоту это очень важно для тех кто только начинает заниматься для того чтобы делать австралийские подтягивания и так далее просто отжиматься отжиматься с весом регулировать высоту для высоких людей и так далее то есть подходит всем а также для продвинутых уже атлетов потому что ты можешь отрегулировать ширину также и делать всякие там самолеты и так далее сегодня мы посмотрим насколько это возможно насколько все качественно сделано как я уже говорил погнали сначала с распаковкой очень быстро все это сделаем я так понимаю что вот в этих маленьких коробочках у нас идут крепления блин потом нам это собирать все обратно сразу скажу про качество покраски очень круто мне очень нравится матовая краска это я так понимаю порошок еще меня зацепили вот эти вот резиновые штучки пока не знаю зачем они потому что не смотрел блин инструкцию сейчас мы все будем разбирать прям вот прямо сейчас прям при вас блин наконец-то добрались уже до основных вещей не не до крепежа и ща посмотрим что там у нас внутри так блин мне кажется ее надо положить а то мы сейчас что-нибудь грохнем давай положим и вот так и вытащим все оттуда а так я так понимаю что это сама одна нога дип станции и ее основа я уже видел что у них есть эмблемки свои блин я хочу такие же эмблемки металлические сделайте свою продукцию это будет клёво пока что мы просто лазером делаем но вот это смотрится очень круто для тех кто уже радуется продукции и купил мы открываем для вас секрет здесь есть пленочка который скорее всего вы не знали вот на этой эмблеме они еще умудрились сделать пленочку давайте ее короче оторвем тоже вот это как на айфоне просто понимаете чтобы она была еще блестящей без всяких этих ну блин вот это вот вот это внимание к деталям вот это вот реально круто в россии ну блин реально кто так запаривается вот эти вот резиночки блин я реально я не знаю как я следующие продукты буду обозревать но это круто это блин мое почтение ребят пометили где крепеж находится на коробке чтоб я не волновался распаковывая первую и не увидев крепежа кстати я так и подумал а где крепеж потом увидел эмблемку они вон написали на коробочке что крепеж именно в этой а в этом комплекте вот он крепеж еще одна важная деталь так как я сам отправляю вот на это обратите внимание вот этой стороной коробка как бы лежит и это буфер для того чтобы если при транспортировке будет удар никакой краска не откололось ничего не откололось это вот именно те внимание к деталям которые должны быть у хорошей компании для того чтобы человек который покупает получал хорошие эмоции после приобретения они думал блин при транспортировке что-то повредилось вроде не вина компании вроде транспортировка виновата а ты уже забрал расписался и ты вроде как доволен оборудование хорошее но какой-то осадочек остается ребята изначально избегают этого сейчас я буду жестко придираться так как я и занимался железом раньше и отказался от этого потому что это очень дорого и очень геморройно но так я знаю тех процесс и и сейчас допустим с нержавейкой работаю так как у нас в других изделиях есть нержавеющие детали и сварка вот это бы я сделал по-другому просто полностью бы обварил вокруг и зашлифовал и тогда бы было ощущение что это сделано на машине я когда получил вот эти вот вот эти пистанцию с олегом поговорил и сказал ну примерно сколько это стоит и я думал и он думал что это в районе 12 13 14 тысяч олег ты знаешь сколько это стоит это стоит в районе что-то 7 900 или 8 тысяч вот это качество то есть ты понимаешь что вот это ну то есть это бы удорожило конструкцию и это бессмысленно это чисто с точки зрения уж прямо вот когда ты супер придираешься когда ты покупаешь паралет по цене макбука там да 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 к этому можно но здесь это наверное единственный момент который мы смогли найти в принципе все в принципе если ты не криворукий то инструкция не нужна тут всего несколько винтов и дырки понятно куда чё куда вставлять будет фейл если придется посмотреть все-таки инструкцию потому что что-то не подходит но я думаю что это не будет так нужно внимательнее вставить винты в резьбовые отверстия и тогда у нас все зайдет знаешь мне что кажется что они даже винтики вот эти вот они красили отдельно что мне еще нравится это вот вырезанная на лазере треугольнички в металле во первых это в некоторых местах не утончая конструкция делает ее более легкой и с другой стороны это выглядит прикольно то есть как-то ну необычно не просто в монолитной железной конструкции такая громоздкая плюс это их лого то есть получается вот эти треугольнички они как бы в тему смотрится прикольно все проверим на стабильность ну на такой низкая думаю ну нет не опрокидывается она но я думаю если повыше сделать мы попробуем сделать полные махи гимнастические посмотрим как она выдержит если да то это первое будет первые параллельцы которые это выдержали потому что даже мои огромные такие громоздкие которые сварены там из 40 килограммов железа они у меня просто уходят из под меня потому что они вместе не закреплены то есть вот максимальная ширина теперь собираем сцепку и все готово сцепка кстати она у них отдельно идет насколько я знаю собирается все просто ставится вместе закручиваются такие винты с ручкой никаких шестигранников ничего не надо бам все у вас сцеплено в принципе я думаю даже одной сцепки будет вам хватать но если уж вы там сильно тяжелый или хотите динамику делать то конечно две будет лучше кстати у сцепки есть прикольная штука для того чтобы не снимать вот эти пластиковые наконечники ребята сделали вот такие резиновые штучки они дают вот эту дополнительную высоту и ничего не царапают это прикольно итак собрали мы нашу дип станцию и даже сделали вот эти дополнительные ребра жесткости все отлично я уже даже поделал большие махи доволен но все вы увидите в кадрах с использованием так что можете оценить сами и в принципе не буду ничего навязывать ничего говорить все смотрите сами сейчас мы протестируем на работу с весом на динамическую работу и на статику и вам все станет сразу понятно а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok